Спасибо, Наталья. И к продолжению темы санкций. Чтобы смягчить их последствия в городах и районах края, необходимо создавать специальные оперативные штабы. Это заявил сегодня губернатор края Александр Лус на встрече с главами территории. Такие структуры должны обеспечить экономическую устойчивость региона, жестко контролировать торговлю, политику, ценообразование на социально значимые товары и в первую очередь на продукты питания и медикаменты. Главы районов должны в ежедневном режиме изучать ситуацию и жестко пресекать. Необоснованное повышение цен, вызванное попытками нажиться на ажиотажном спросе. Ситуация в нашем крае достаточно стабильна на текущий момент. Прежде всего, речь идет о работе наших предприятий. Здесь все штатно. Что касается запасов продовольствия и лекарств, то они имеются в достатке. И перспективы по меньшей мере на 2-3 месяца. Это также выглядит вполне нормально, обнадеживающе. Есть и соответствующие заказы. И работа поставщиков также не вызывает особых опасений. Губернатор поручил главам особенно тщательно следить за исполнением всех социальных обязательств. Контролировать занятость населения, исполнять программы развития строительства и ремонта объектов. Все это огромные отрасли экономики региона. Они обеспечивают множество людей рабочими местами. Сейчас под ударом могут оказаться застройщики из-за исчезновения импортных комплектующих и материалов. Но пока ни одна стройка в регионе не остановлена. И в правительстве уже видят выход из положения. Эти риски мы планируем минимизировать за счет замены иностранного оборудования на отечественное, либо на оборудование из стран Юго-Восточной Азии. Соответственно, при замене этого оборудования объекты будут достроены и введены в срок. Продолжение следует...